Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Кузьмук Юрий. Сегодня я планирую вам провести довольно-таки качественную презентацию, объемную, которую давно уже хотел провести, в рамках которой дам максимально полные сведения о наших решениях, которые мы внедряем в сфере ГЛОНАСС. Это позволит вам немножко в другом ракурсе увидеть, каким образом внедрять проекты по топливному контролю, ну и в целом ознакомиться с последними достижениями по данным возможностям и технологиям. Так, переключаемся на файлы. Так, секундочку. Получается, картинку первую поменять. Длительность вебинара будет около 90 минут, но, возможно, оно продлится и дольше. В целом мы рассмотрим общую структуру проекта, применяемые, скажем так, оборудования от компании Голио Скай, используемые и разработанные нами алгоритмы на сегодняшний день. Пройдемся бегло по всей линейке нашего оборудования, как по автоматизации заправочных колонок, так и по автоматизации на топливозаправщиках. Отдельно пройдемся по нашему облачному решению ExoTronBot, где мы рассмотрим методики контроля движения ГСМ по всей цепочке, рассмотрим структуру самой системы, как оборудование, так и программное обеспечение, рассмотрим технологию автономного налива топлива, то есть по картам, технологию совмещенного учета контроля топлива на складах для контроля излишков и недостачек, но также связку с системами ГЛОНАСС для организации контроля поступления в баки автомобиля, ну и, если успеем, механизмы, которые мы реализовали в TelegramBot. Вот, на данной картинке, в принципе, показаны те задачи, которые у нас стоят, да, в рамках организации топлива контроля, то есть наша задача организовать клиенту и учет поступления топлива на склады, вот, и, соответственно, выдача этого топлива со складов на бензовозы, вот, на технику, организовать контроль поступления в баки с учетом связки с ведущими системами мониторинга, вот, ну и дать определенные механизмы в телефоне для того, чтобы клиенты могли получать какую-то отчетность, вот, ну и управлять процессом лимитирования с телефона. На сегодняшний день, скажем так, базовые бортовые терминалы от компании GalioSky, которые используются в наших решениях, это терминалы серии CMX, получается, GSM, CMX Hub, вот, ну а также можно, в принципе, применять блоки Iridium, на сегодняшний день они позволяют организовать уже двухстороннюю связь, таким образом, то есть наш алгоритм можно использовать на этой линейке терминалов, и, соответственно, производить комплексное, полностью удаленное, то есть управление доступом и лимитами. Вот, если рассмотреть те алгоритмы, которые создавались в нашей компании, на сегодняшний день создано три алгоритма, то есть первый алгоритм – это Exotron FLS, который поддерживает работу со всеми нашими блоками EFL, а также поддерживает работу в обычных импульсных режимах. Вот, при текущей работе с нашими блоками везде используется уже управление по 45-м порту, то есть мы максимально сейчас отказались от импульсной технологии. Но для интеграции в систему мониторинга, то есть мы реализовали поддержку механизмов виртуальных импульсных выходов, которые преобразуются уже из 485-х портов. Второй алгоритм, который мы реализовали, это непосредственно организация поддержки управления выдачей топлива на современных колонках типа ТАПАС, НАРА, где производится минимальное, скажем так, включение, то есть буквально там блок питания, трекер, считыватель карт, и у нас уже все организовано для управления и выдачи топлива. При этом терминал поддерживает отображение лимитов непосредственно на панели колонки, а также вытягивание тотального счетчика на сфере мониторинга прямо с мозгов колонки. Ну и бюджетная версия на базе нашего индикатора EFD. На сегодняшний день тоже мы поддержали полностью 45-е управление. Вот механизм сброса в ноль при старте транзакции, вытягивание тотального счетчика, скажем так, с точностью до 10 грамм. Ну и доработали механизмы поддержки, скажем так, различных типов счетчиков для того, чтобы исключить какие-то проблемы, то есть максимально качественно снимать все показания. То есть итого три алгоритма. Вот, посредством, получается, алгоритмов вы можете автоматизировать у клиентов практически любые заправочные колонки. Вот, если современные, то, соответственно, то есть это с помощью алгоритма под колонки ТАПАС, там, или НАРА, вот, по протоколу ЗТ2.0. То есть если это колонки старые, там, с пультами импульсными, то, соответственно, применяются индикаторы, там, EFD, ну и алгоритмы, которые работают с EFD для автоматизации, ну, бюджетных каких-то решений. Вот, сейчас на экране представлены, так сказать, базовые позиции модулей для автоматизации топливного учета. Вот, мы по ним отдельно пройдемся. То есть это вариант без клавиатурной отгрузки на базе индикатора EFD, то есть влагозащищенный модуль. Соответственно, это EFL5 для управления дозированной выдачей. То есть в этих ящиках уже трекер Galileo установлен внутри непосредственно самого блока. Поэтому очень важно, если будет еще применяться Bluetooth-технология для подключения датчиков уровня, обязательно использовать BLE-базы. Вот, самое распространенное, скажем так, наше решение – это автоматизация на базе EFL6.0, то есть модуль поддерживает, скажем так, комплексное управление точным наливом и интеграцию с терминалом Galileo посредством алгоритма. EFL7.0 для установки на счетчике ППО. Индикатор EFD, то, что мы показывали, наше бюджетное решение. Вот, различные комбинации заправочных колонок на все случаи жизни. В зависимости от тех задач, которые возникают у клиента, соответственно, мы уже подбираем те или иные решения под различные варианты напряжений, то есть условия эксплуатации, точности, то есть бюджета. Вот, наша компания готова предоставить, то есть максимум различных вариантов решений. Вот, также с точки зрения организации приемки на склады ГСМ и выдачи топлива на бензовозы, у нас сейчас появилось новое интересное решение, то есть это скоростной узел, который поддерживает до пяти режимов работы, то есть это приемка топлива на склады ГСМ, выдача на топливозаправщики, перекачка между топливозаправщиками, перекачка между костями. Вот, и в последней версии мы добавляем еще систему точного налива, то есть заправка техники. Вот, одно из преимуществ этого узела, то, что он снабжен газоотделителем, который позволяет полностью исключать подсчет воздуха счетчикам ППО. Вот, такие, соответственно, узлы есть с насосом, без насоса. Вот, также у нас есть еще линейка известных станций торирования, которые мы используем для выполнения торирования топливных баков. Ну и, соответственно, наше уникальное решение, которое позволяет наливать топливо с точностью 1 грамм, то есть на 10 литров, то есть это вихревой газоотделитель, который дает совершенно новые реалии с точки зрения торирования топливных баков. Вот, ну, соответственно, также еще есть считыватели карт для механизмов автоматизации. Так, ну, по оборудованию мы, наверное, закончим. Сейчас рассмотрим в целом структуру нашего решения, да. То есть центральным звеном, то есть у нас, получается, является наш облачный сервер ExotronBot, который использует трекеры компании GalileoSky. Соответственно, эти трекеры посредством алгоритма уже взаимодействуют с различными вариантами топливных узлов. Вот, также сервер по API взаимодействует на сегодняшний день с серверами мониторинга для получения информации о топливных баках. Ну, и, соответственно, предоставляет серий CIP для организации интеграции корпоративных решений, либо создания решений на базе конфигурации 1С. Вот, если рассмотреть точки контроля движения ГСМ на складах, то, в принципе, это у нас точки поступления топлива на склады, точки выдачи на передвижные топливозаправщики. Вот, и выдачи топлива на, скажем так, транспорт с бензовозов и заправочных колонок. Вот, сейчас мы рассмотрим технологию совмещенного графика, да, которую мы реализовали у клиентов. То есть, при внедрении систем контроля выдачи топлива, да, и внедрениях, у клиентов постоянно возникают ситуации, связанные с тем, что он не уверен в точности показаний. То есть, в конце месяца, когда проводят интеграции, у клиентов постоянно возникают те или иные излишки, недостачи. То есть, в связи с этим возникают различные там расследования, то есть, разборки, то есть, вплоть до увольнения иногда сотрудников. Вот, соответственно, наша была задача создать некий такой инструмент, который позволяет организовывать сквозную инвентаризацию, то есть, инвентаризацию в режиме реальной времени. Ну и мало того, то есть, полностью фиксировать всю цепочку движения документов, начиная от приходования топлива, перемещения топлива между складами, вот, списания, вот, наложения, соответственно, графики. Мы таким образом одновременно видим фактические, то есть, и бухгалтерские показания. Вот, как мы сейчас видим на графике, то есть, синим цветом у нас отображается непосредственно показание емкости, вот, и красным цветом мы практически видим движение по бухгалтерскому учету. Вот, непосредственно приходы накладные, то есть, на склад могут фиксироваться там, либо скоростными узлами по счетчикам, вот, либо, соответственно, датчиком уровня, то есть, автоматически, вот, и дальше, то есть, уже ответственный может нести фактические движения, ну, поступление топлива на склад, и таким образом мы имеем в реальном режиме времени текущий бухгалтерский учет. На данном слайде показан пример, то есть, в каком виде оператор может увидеть текущие проблемы, которые возникли при организации учета. То есть, вот, мы сейчас видим, что по данному графику, то есть, на складе формируются те или иные излишки, потому что счетчик топлива, то есть, начал некорректно считать топливо. То есть, таким образом, этот инструмент позволит максимально оперативно клиенту реагировать на такие ситуации, вызывать сервисные бригады для того, чтобы провести контрольные мероприятия, провести проливы, разобраться и устранить данную проблему. Вот. Помимо организации технологий, совмещенных в графиках в емкостях, также мы дополнили наш сервер мониторинга, то есть, интеграции к системе мониторинга для организации отчетности контроля поступления в баке. Вот. На сегодняшний день мы интегрировали такие сервера, как Violon, Fortelecom, Mecom, то есть, GLONASS, SOFT. Вот. Таким образом, подключив сервер мониторинга, то есть, настроив, скажем так, загрузив объекты мониторинга, то есть, на наш сервер, то есть, соответственно, вы можете получить такие механизмы контроля, где пользователю очень удобно сразу не только в виде отклонения, но и, соответственно, просмотреть, в каком виде у нас в данном случае зафиксированы отклонения. Дополнительно сервер снабжен отдельно Telegram-ботом, я отдельно покажу этот момент. Вот. И отдельно существует еще модульная конфигурация. Вот. Это готовая конфигурация, которая может предоставлять полный функционал веб-интерфейса для работы в виде отдельного, скажем так, приложения. А также может интегрироваться, как показано, конфигурацию клиента, и давать со старта клиенту уже готовый набор отчетности и механизмов по управлению картами, то есть, лимитами, и так далее, и тому подобное. Так, ну что, перейдем непосредственно вживую, то есть, посмотрим, как это все работает. Сейчас покажу. Так, переключаюсь. Демонстрацию экрана. Так, секунду. Так. Так, ну, непосредственно так выглядит. Ага, секундочку. Надо вот это скрыть как-то. Ага, хорошо. Так, ну, зайдем непосредственно на сервер. Так выглядит интерфейс. Система обозначена как продуктовая система, вот, поэтому обязательно идет выбор текущего вида топлива, то есть, периода. Вот. Здесь, соответственно, мы можем выбрать текущую компанию, то есть, я сейчас выбрал компанию «Антаракс», которую мы видим как активная. При входе непосредственно в объекты мониторинга, то есть, мы видим, у нас есть подключена одна заправочная колонка дизельная, которая есть на связи. Вот. Дальше у пользователя есть возможность непосредственно здесь заводить пластиковые карточки, вот, под определенными номерами, то есть, определить их различные типы в зависимости от задач, соответственно, указать лимиты, типы лимитов, ну, и по возможности есть в зависимости от задач, вот, допустим, для крупных компаний, это еще регистрация, там, подразделений, в случае работы с безналичниками, регистрация контрагентов, для того, чтобы контрагенты могли тоже отдельно заходить, и за счет выбора по контрагенту видеть только свою информацию. привязка автомобилей, вот, для работы системы Виалон, и привязка складов для организации автоматического регистрации документов на перемещение топлива. Ну, и, соответственно, если есть потребность установки лимитов, то, соответственно, здесь возможность установки лимитов, вот, ну, и типов лимитов. Так, идем дальше. Соответственно, в разделе управления балансом пользователь имеет возможность видеть текущую выдачу топлива, то есть, вот, мы видим сейчас непосредственно за сегодняшний день на предприятии, как выдано топливо. Вот, в случае, если подключена система мониторинга по API, сейчас мы отдельно посмотрим, так, то у нас есть возможность, выделяя строчку, увидеть непосредственно подгрузку данных по контролю поступления в баки, вот, и, соответственно, провести тот или иной анализ, почему произошли те или иные отклонения. Сейчас возьмем, допустим, другую компанию. Так. Так, много данных. Так, и для примера, также вот мы видим, за сегодняшний день прошла выдача топлива, вот, и, соответственно, мы можем теперь выделить любую строчку, вот, и посмотреть, с чем связаны те или иные отклонения при заправке. То есть, таким образом, пользователь, ну, сможет довольно-таки оперативно, то есть, определять те проблемы, которые возникли при определении заправки. Вот, как это происходит, то есть, непосредственно в разделе сервисной функции, то есть, у пользователя есть возможность задать логин, пароль. На сегодняшний день для Виалон сделано автоопределение токена, чтобы, ну, ссылка, то есть, не терялась. Так, ну, и, соответственно, здесь при подключении есть возможность выбора нужной системы мониторинга. Так, следующий раздел, который мы рассмотрим, это у нас раздел «Журнал документов». Так, сейчас мы выберем снова предприятие «Антаракс». Так, и выберем документы с 29-го числа. Так, 29-го, 27-го. Так, ага. А, с 30-го получается выбор. Так, стоп. А, это я не только компания выбрал. Сейчас, секундочку. Смотрю, что это не то. «Антаракс». «Журнал документов». «Антаризация». Так, я для проведения тестов, вот, по данной компании зарегистрировал документ «Антаризация». Вот, я для примера покажу. То есть, в случае, если проводится интаризация на складе, да, то, соответственно, пользователь может здесь создать самостоятельно документ «Антаризация». Так, вот, я, допустим, выбираю там на 29-е число, выбираю хранилище. Он посмотрел, какие есть показания по датчику уровня. Вот, и, соответственно, предлагает на данную, скажем так, дату, минуту сгенерировать документ с отклонениями. То есть, который фиксирует те цифры, которые были зафиксированы при проведении инвентаризации. Вот, соответственно, мы документ зарегистрировали. Он проводит определенные проводки и отдельный пересчет итогов. То есть, потому что мы понимаем, что в нашей комбинации учета, если мы поменяем бухгалтерские остатки, то есть задним числом, то, соответственно, нам нужно полностью пересчитать все итоги. После того, как мы зафиксировали бухгалтерские остатки, соответственно, дальше у нас могут фиксироваться автоматически в журнале приходных накладных поступления. Вот, при этом у пользователя есть возможность затем, после генерации, открыть эту приходную накладную и, соответственно, внести уже информацию по этой накладной. И в данном случае, если нас интересует только литра поступления, внести сумму по накладной. То есть, для того, чтобы мы могли зафиксировать фактическое поступление по данным бухгалтерского учета. Опять же, после проведения этого документа у нас происходит автоматически полный пересчет итогов по данным бухгалтерского учета в системе. Вот, теперь, если у нас, соответственно, инвентаризацию мы внесли, приходные накладные регистрируются. Далее у нас в системе дополнительно настроен в конструкторе узел ТРК, то есть он привязан к определенному складу. Потому что у нас есть еще момент, что, к примеру, у нас на складе может находиться несколько, допустим, заправочных колонок, либо несколько емкостей. Вот, и, соответственно, наша задача, если мы хотим организовать учет по складу, привязать к определенному складу набор емкостей и набор топливозаправочных колонок. Ну, соответственно, так же само на емкости в обязательном порядке указать тарировку, для того, чтобы система уже отображала фактически показания. Так, мы пройдем уже, наконец, наш раздел склады ГСМ. Что мы здесь получим? Загружаем данные, начиная с 30-го числа. То есть, соответственно, выбираем вариант группировки по складам. В результате у нас сворачиваются все данные, и, соответственно, мы уже получаем показания в следующем виде. То есть, что мы видим? Нам всем показалось, что у нас есть емкость таким-то объемом. Дальше, у нас есть начальный остаток 7,859,29. Отмечу, что эти показания не по датчику уровня, а по данным бухгалтерского учета. Дальше, у нас есть поступление топлива 27,040. Отмечу, что это поступление не по данным датчика уровня, а именно по данным бухгалтерского учета, именно по той цифре, которую внес оператор согласно первичному документу. И отдельно у нас, соответственно, мы видим вот эти поступления и те отклонения, которые у нас были сформированы после того, как оператор внес фактические показания. Дальше, соответственно, мы видим расход за этот период, то есть, сколько мы выдали топлива по заправочной колонке, фактические показания по датчику уровня, бухгалтерские показания по нашим показаниям и, соответственно, текущее отклонение между фактическим и бухгалтерским учетом. На графике показан пример 20-кубовой емкости, установлен датчик уровня компании Escort. Также я специально выбрал этот момент, что у нас определенный период времени датчик не работал. И, соответственно, каким образом мы это увидели, и в целом, как это повлияло с точки зрения организации учета. То есть, мы увидели, что датчик в какой-то период времени не работал. Да, у нас приходная накладная из-за этого неправильно определила заправку. Но после того, как оператор все равно внес фактические показания, то есть, мы видим, что у нас полностью все цифры сошлись. Несмотря на колебания датчика уровня, мы имеем на текущий момент времени отклонение за весь период на 24 тонны порядка 96 литров. То есть, таким образом, мы четко знаем, что у нас оборудование на текущий момент работает исправно, то есть, каких-либо сильных отклонений нет. Дополнительно, тот оператор, который работает непосредственно с топливом, может вывести детальную ведомость, вот движение, допустим, топлива за период, выберем склад, и, соответственно, получим вот такой отчет. Ждем отчет. То есть, соответственно, что мы в этом видеотчете? Итоговые цифры, то, что мы видели непосредственно в экране, и, соответственно, текущее отклонение за весь период. Дальше мы видим движение топлива, то есть, мы видим цифры по остатку, по данным бухгалтерии, на начало дня и на конец каждого дня, и, соответственно, отклонение. То есть, вот когда у нас мы видим, что не работал датчик уровня, то, соответственно, мы в эти дни видим вот такие большие отклонения. При этом очень важный момент для учета, то есть, мы видим, что у нас всегда переходящий остаток, то есть, всегда остаток на конец дня является начальным остатком следующего дня. То есть, у нас между дней, соответственно, нет никаких отклонений таким образом, поэтому отчету всегда корректно бьет математика таким образом, то есть, оператор может реально хотя бы свестись по топливу. И в данном случае, вот мы сейчас полностью видим в динамике, да, на каждый день, как у нас туда-сюда плавают отклонения из-за погрешностей датчика. То есть, таким образом, можно сказать, что практически благодаря этому механизму мы организовали систему сквозной ежесуточной инвентаризации, посредством которой уже клиент сможет реально контролировать накопительное отклонение и еще до проведения инвентаризации на АЗС уже знать, какие там будут излишки или недостачи. Вот, так, может быть, вот по технологии совмещенного учета есть какие-то вопросы, чтобы я ответил. Так. Так, ага, сейчас. Совершенно верно. То есть, давайте мы сейчас еще раз посмотрим этот момент. Так, а, в принципе, вот здесь было восьмое число заправка. То есть, да, то есть, в данном случае, вот этот механизм позволит полностью автоматизировать процесс и в случае, если будет налив мимо бака, то, соответственно, мы сразу будем видеть. Вот, если есть такая необходимость, то, соответственно, мы можем не только в разделе управления балансом, скажем так, данную информацию видеть, то есть, есть отдельный, получается, отчет, и, в принципе, можно, вот, поступление в баке по узлу, то есть, можно увидеть ту же самую отчетность для того, чтобы в динамике просмотреть, как происходили отклонения. Как его трактовать? Ну, тут обычно разные предприятия устанавливают определенные планки, да, по тем расхождениям, которые, скажем так, необходимо получить. Но тут двоякая ситуация, потому что, вот давайте мы посмотрим, там, где, допустим, у нас баки правильной формы, вот, где датчики корректно работают, вот, то есть, соответственно, мы там довольно-таки качественно все видим, но если у нас кривые баки, то, соответственно, тут уже ничего не поделаешь. Так, секундочку, давайте мы сейчас с вами рассмотрим как раз проблемные заправки. Вот мы видим, допустим, по МТЗ довольно-таки большое расхождение. Понятно, что если мы просто бы анализировали с точки зрения, то есть, отчетности, да, увидели расхождение, но здесь как раз и задача выдать этот графический анализатор, чтобы увидеть, что, допустим, вот здесь, может быть, не было таких отклонений. Почему? Потому что практически заправку начали в момент, когда была отключена масса на автомобиле. Вот, и, соответственно, потом включили, таким образом мы получили расхождение. Вот, но в целом, проанализировав этот график, да, здесь мы, соответственно, сможем принять решение, что все-таки здесь какого-то воровства не было. Вот, дальше, соответственно, там, где есть какие-то отклонения, если у нас, к примеру, мы видим, что есть просто какие-то колебания, то есть, это одна ситуация. Вот, а если у нас, допустим, мы видим, что нету колебаний, то есть, а есть в динамике, то есть, определенное отклонение, то есть, может эта причина, может быть, там, не доливает заправка или топливозаправщик, вот, а может неправильно протарирован топливный бак. То есть, в любом случае в динамике есть возможность такую информацию проанализировать, вот, для того, чтобы качественно принять решение, потому что просто на основе табличной информации, то есть, ну, очень сложно принять какое-либо решение. Вот, в любом случае, у нас же нету задачи, там, смотреть все эти заправки. То есть, задача буквально, то есть, обратить внимание только на те заправки, то есть, по которым, ну, реально есть какие-то большие отклонения, поэтому нужно обратить на это внимание. Так, буквально недавно Галия презентовала новую систему, по примеру, работы с MQTT сервером с тикетами подписчиками. Позволяет ли алгоритм уйти от системы по такому принципу, например, на серверной основе москита или система, что завязана на работе вашего сервиса? Я думаю, что да. То есть, если такая необходимость возникнет, да, то, в принципе, мы можем сделать, чтобы, допустим, при превышении каких-либо показателей, да, то есть, соответственно, где-то регистрировались какие-то задания, то есть, на ответственных лиц для того, чтобы они уже могли последовательно обрабатывать такие критические сообщения. Чем лучше тарировать емкости? Очень сложный вопрос. Могу сказать, что с одной стороны, то есть, к примеру, я знаю, что есть определенные технологии, да, которые позволяют не тарировать емкости в том виде, как это происходит. То есть, существуют системы 3D-сканера, да, на основе которых получается, скажем так, тарировка, то есть, электронная, в принципе, на основании которой и выдают паспорт на емкость вместе с мерной линейкой. Вот, в целом, конечно, с точки зрения тарирования емкостей, то есть, ну, можно использовать, если небольшие, то есть, наши станции тарирования, то есть, в принципе, довольно-таки неплохие результаты. Некоторые тарируют топливозаправщиками, то есть, все зависит от ситуации, потому что, если, допустим, стоит 2 10-кубовой емкости, одна ситуация, если просто стоит одна емкость, другая ситуация, поэтому тут везде, с точки зрения тарировки, моменты индивидуальные. Вот, также еще есть решение с точки зрения, скажем так, расчета тарировки. Вот мы сейчас по этой задаче сотрудничаем с компанией Мехатроника, проводим тесты, то есть, каким образом можно отконвертировать показания датчика в миллиметр и, соответственно, вносить тарировку, которая получена от паспорта емкостей. Так, вопрос. Добрый день, подскажите, можно ли сделать так, чтобы в программу попадали данные по счетчику при приемке дизельного топлива? Конечно, то есть, в буквальном смысле, вы просто подключаете, давайте мы так рассмотрим, то есть, если у нас будет организован отдельный, допустим, узел с точки зрения приемки. Соответственно, мы можем в конструкторе емкостей, так, давайте это мы, допустим, по другой компании посмотрим. Мы можем просто в конструкторе указать, что это узел не выдачи, а приемки. И таким образом система начнет по-другому обрабатывать данные показания. Либо еще один вариант, соответственно, когда мы регистрируем пластиковые карточки. Так, сейчас, секундочку, мы выберем другую компанию. Это для организации движения. Когда у нас один скоростной узел может выполнять и функции, и выдачи, и приемки, то, соответственно, мы можем, допустим, зарегистрировать карточку под типом поставщик. И, соответственно, при обработке транзакции по данной карточке у нас будет формироваться приход топлива. Давайте я так, допустим, заведу. Поставщик. Вот я зарегистрировал карточку. И, соответственно, могу в том числе к этой карточке привязать контрагента. И в данном случае при обработке данной карточки движение будет регистрироваться как приход. Кстати, в случае, если нам необходимо перемещение топлива между топливозаправщиками, вот мы видим колонка хранилища, то есть в данном случае, давайте я там краем глаза покажу. В случае, если мы регистрируем карточку тип емкости, указываем склад, то, соответственно, у нас тогда в системе будут автоматически регистрироваться документы на перемещение топлива между складами. Так, смотрю дальнейшие вопросы. По каким критериям происходит определение заправки мимо бака? Да, давайте рассмотрим этот момент, потому что были нюансы по работе с коншиной, потому что там просто ужасные данные. Сейчас выберем компанию. Смотрим. Смотрите, каким образом работает система. То есть я могу указать системе, что я, к примеру, хочу выбирать данные, причем я могу указать данные, что, к примеру, я выбираю данные, на 300 минут назад и на 300 минут вперед. Вот точки заправки. Дальше я могу указать количество строк для сглаживания. Я могу указать тут, допустим, даже не 5, не знаю, а 100 строк. В отличие от системы мониторинга, в нашем варианте минимально страдает погрешность определения. В данном случае за счет регулировки периода выборки, потому что мы понимаем, что могла быть, допустим, отключена масса. Поэтому наша задача желательно выбрать побольше периодов. Давайте вот сейчас по вот этой компании, сейчас я выберу строк сглаживания 20, и мы оставим период выборки аж 300 минут. И, соответственно, попробуем, там, где у нас был сбой по заправке у этого клиента, пересчитать вот эти показания. Так, ну, здесь нам это не помогло. Вот, но по другим заправкам мы видим, что у нас показания улучшились. То есть там была отключена масса, поэтому слишком большой был период, конечно. Давайте посмотрим. Тут нужно довольно-таки большой период выставлять. Последние данные у нас 16 часов. Тут, к сожалению, не улучшается. Ну, здесь, в принципе. Вот, то есть, таким образом мы можем, в принципе, довольно-таки качественно сглаживать данные по периоду. Так, смотрим дальнейшие вопросы. Так, итогово в отчете не предусмотрено. Так, подскажите, касательно какого отчета идет речь. Ну, если такая, какая-то будет необходимость, по дополнению мы всегда идем на встречи. Вот, и дорабатываем отчетность под ваши задачи. Так, если у одной есть емкости совмещенные, да, может быть, такая ситуация, только немножко наоборот. Давайте мы сейчас рассмотрим вариант. Допустим, имеем компанию, у которой есть склады. И, соответственно, есть ситуация, что на одном складе, на одном складе, вот сейчас мы его посмотрим, ага, вот здесь, на одном складе у нас есть две емкости, вот у нас есть хранилище, склад из ТЗС, и на нем две емкости по 20 кубов. Но это является одним складом. Соответственно, сейчас мы выберем конкретно вот эту емкость. Ой, поставку надо. Вот, мы видим, тут еще не определилась заправка. То есть мы видим в данном случае, что одна емкость показывается в данном случае как одна. Как одна сбитая емкость. То есть мы не видим, что это две раздельные емкости. То есть в данном случае нам система показывает их как одну емкость. Таким образом, закрывается вопрос, если у вас даже 3-5 емкостей, и они все причислены к одному складу, то мы в данном случае будем видеть совмещенные. Если мы хотим эти емкости пораздельно видеть, тогда мы можем выбрать какую-то емкость и по ней вывести какой-то отдельный график. Так, вопросов больше нет, тогда мы сейчас дальше перейдем к последующим механизмам. Так, вот одним из важных элементов системы, скажем так, это механизмы реализации топливных лимитов. Вот сейчас мы рассмотрим вариант работы с лимитами, то есть по компании Аняк, то есть, соответственно, в этой компании у меня по лимитам работают только по бензину. Вот, и мы, соответственно, сейчас посмотрим, как идет работа по лимитам. Сейчас мы перейдем. А, другое. Так, выбираем, получается, бензин. Показания с 1-го числа. Так, соответственно, что мы видим? То есть, ну, во-первых, если мы посмотрим, как у нас выглядят колонки, да, у нас есть колонка номинования, номер метки, имя метки. Дальше отдельно колонка начислена, колонка выдана. И, соответственно, мы видим текущий остаток. То есть, если мы выделим какую-либо карточку, то, соответственно, мы в данном случае видим движение топлива, то есть за период. Вот. И, соответственно, есть отдельно начисление, вот, отдельно выдача. То есть, вот, к примеру, мы видим, что был остаток там, там, минус 650 грамм, был где-то перелив. Вот, начислили 200 литров топлива, и вот водитель, соответственно, получает топливо, вот, и мы видим уменьшение остатка. То есть, если мы хотим, к примеру, на эту карточку начислить дополнительно топливо, мы можем прямо здесь, допустим, вот, указать там 100 литров, нажать плюсик, и, соответственно, у нас сразу произойдет автоматическое добавление к балансу. То есть, очень важный момент, вот, мы сейчас сверху видим непосредственно без имени номера, где мы видим цифру «выдано». То есть, вот, 3745, это мы видим, что вот пользователь под таким-то номером, вот, за выбранный период начислил такой-то объем топлива, 3745. То есть, система сделана как дебета-кредитовая, то есть, таким образом, чтобы пользователь начислил топливо, получается, пользователем, то оно должно, скажем так, это топливо сначала вычитается непосредственно с ID пользователя. Вот, система поддерживает на сегодняшний день такой механизм, как лимитирование непосредственно самого пользователя. То есть, для чего? То есть, к примеру, у нас есть определенное там подразделение, мы, соответственно, зарегистрировали какого-то ответственного, дальше перечислили ему, к примеру, там, 5 тонн топлива, вот, и, соответственно, у этого пользователя указали, что он не может перечислять топливо на карты в минус. Вот, мы видим, что сейчас, в данном случае, вот, пользователь уже начислил топливо, там, больше миллиона литров. То есть, если мы устанавливаем блокировку, соответственно, он не может начислить топливо больше, чем ему было начислено. Таким образом, можно организовать механизмы по работе с контрагентами, то есть, к примеру, оплатила какая-то компания, к примеру, там, 10 тонн топлива, то есть, соответственно, можно эту компанию зарегистрировать в виде контрагента с его ID, начислить 10 тонн конкретного топлива этому контрагенту, и дальше этот контрагент, видя только свои, опять же, карточки, может перечислять это топливо на карточки, там, с веб или через телефон, вот, и в случае, когда у него это топливо закончится, то есть, он, соответственно, уже не может банально делать перечисление. То есть, таким образом, получается, работает балансовая система и есть механизм управления общим лимитом выдачи, то есть, по подразделению. Вот, так, дальше, помимо, скажем так, это система контроля выдачи лимитов по балансу. Дополнительно, если нас не интересует система контроля лимита по балансу, то есть, у пользователя еще есть возможность просто, то есть, установить определенный лимит топлива на карту, то есть, суточный, то есть, допустим, могу указать, что, к примеру, там, не более 100 литров в день мог получить водитель, либо устанавливать лимиты на неделю и на месяц, то есть, для того, чтобы не работать по балансу, то есть, а просто, допустим, лимитировать согласно установленному нормативу на месяц. Потому что я знаю, что, допустим, на те же легковые автомобили обычно выдают лимит на месяц, вот, и, соответственно, таким образом происходит система контроля по лимитам. Так, есть ли какие-то вопросы по механизмам лимитирования? Так, будет ли тренировочная станция для бензина? У нас есть станции для бензина, вот, с взрывобезопасными насосами, то есть, вся остальная наша комплектация подходит, то есть, поэтому, пожалуйста, можно заказывать. Так, у нас режимное предприятие, отсюда возникает вопрос, возможно ли нам использовать коробочную версию вашего софта? Также у нас запрещено использование смартфонов на площадках, соответственно, использование Telegram-бота нецелесообразно. Да, у нас есть коробочный вариант, то есть, среда разработки Java, поэтому сервер, в принципе, может развернуть как на Windows сервере, так и, если постараться, в принципе, на Linux сервере. Вот, в случае, если не нужен Telegram-бот, ну, без опросов, то есть, можно, в принципе, организовать сервер без Telegram-бот, то есть, соответственно, организовать механизмы доступа пользователей, вот, через раздел, именно через раздел управления пользователями. То есть, такая возможность есть. Так, лимиты топлива у нас не всегда стандартны для каждой единицы техники, то есть, ежедневно при оформлении путевки, согласно объему, выдается тот или иной лимит. Смотрите, если у вас путевки где-то оформляются в какой-либо корпоративной системе, и там этот лимит зафиксирован, то, соответственно, можно спокойно подключиться к серверу средствами API. Сейчас я отдельно покажу непосредственно наш API. Вот, и, соответственно, посредством механизма API, то есть, у вас есть возможность прямо из корпоративной системы назначить необходимый лимит, то есть, для получения топлива. В случае, если нет такой возможности, соответственно, тогда уже с телефона, то есть, оперативно, потому что у вас очень часто путевые листы оформляются вручную. Так, лимиты на месте обновляются с начала месяца или с момента установки? Так, в данном случае при установке лимита, то есть, он устанавливается сразу, но всегда будет работать до 31-30 числа. А уже, соответственно, в 0 часов на 1 число, то есть, эти лимиты автоматически обнуляются и начисляются заново. То есть, таким образом списывается неизрасходное топливо. То есть, при работе по лимитам недельным и месячным, не используя алгоритм для лимитирования, на самом деле работает система по балансу. То есть, сервер самостоятельно производит начисление по балансу, а в конце месяца, то есть, не получено топливо, просто списывает и начисляет лимит по балансу заново. То есть, таким образом, именно сервер управляет недельными и месячными лимитами, то есть, не контроллер. Так, вопрос. Терминал проверяет остаток лимита по карте или терминал обращается к серверу? Нигде обрабатываются данные в отеле или на платформе? По вопросу оффлайн или обязательно онлайн? Так, смотрите. На текущий момент времени организован такой механизм, что все лимиты отслеживает именно терминал, то есть именно трекер. Дальше. На сегодняшний день прибор смотрит, какой лимит по карте, то есть оффлайн, но на текущий момент сейчас ведутся разработки для одного из клиентов, у которого две заправочные колонки находятся одновременно. И, соответственно, водитель может поднести карточку одновременно к одной и к другой и все равно получить лимит топлива. Под эту цель мы будем сейчас дорабатывать алгоритм, то есть будет совмещен онлайн и офлайн, то есть трекер смотрит, ага, если у нас есть онлайн, то, соответственно, по протоколу TCP, по отдельному будет связка непосредственно с нашим сервером, опрос информации о остатке лимита на сервере и, соответственно, уже организация выдачи топлива. В случае, если связь, допустим, недоступна, тогда, соответственно, допустим, трекер будет брать локальный лимит и производить выдачу топлива. Также онлайн сейчас востребован, то есть поступают задачи, где хотят, чтобы лимит назначался в целом не на карту, а, допустим, на подразделение или на контрагента. Для того, чтобы не возникла ситуация, что клиенту начислили две тонны, оно между картами распределилось и, соответственно, вроде бы еще топливо есть, но там какой-то водитель не может получить топливо. То есть под эту задачу будет реализован механизм онлайн. То есть мы знаем, что компания Galeosky реализовала механизм, что трекер может по TCP обращаться на отдельный IP, на отдельный порт и, соответственно, производить запрос на получение данных, получать ответ и, соответственно, проводить операцию. Поэтому данная функция, я думаю, что у нас появится где-то к сентябрю месяца. Так, смотрим. Следующий вопрос. Есть ли роль или пользователь, типа бухгалтер, для своих нужд, оператор, ЗС? Да, совершенно верно. То есть такая функция есть. Прошу прощения за ошибку. Сейчас мы рассмотрим пользователей. При регистрации пользователя у нас есть администратор с полными правами, опытный пользователь, который, скажем так, с ограниченными правами, но тем не менее может регистрировать карточки, производить начисление лимитов. Есть пользователь, который может только просматривать информацию о своей организации. Есть пользователь тип контрагент. В случае входа под типом контрагент, соответственно, пользователь видит только свои пластиковые карточки, то есть по контрагенту. Видит с точки зрения отчетности движения только, опять же, по карточкам, у которых есть контрагент. Недоступен раздел, там, склады ГСМ, недоступны справочники. Ну, то есть сделан, в принципе, минимальный выбор информации. Так, какой период времени хранятся данные? Смотрите, у нас данные состоят из двух разделов. То есть это данные транзакционные и данные, получается, сырые. Сырые данные хранятся в районе 6 месяцев. С точки зрения транзакций нет никаких ограничений. То есть данные, получается, с точки зрения движения выдачи топлива, то есть не удаляются вообще. То есть нету периода ограничения. С точки зрения показаний датчиков уровня в емкостях, на сегодняшний день хранение один год. То есть, в принципе, для совмещенного контроля этого достаточно. Бухгалтерские данные также фиксируются без ограничений. Так, смотрю, вопросов больше нет. Так, если вопросов больше нет, тогда перейдем еще, то есть на определенный момент. Помимо, получается, веб-интерфейса, механизмов управления заправками, переходами, перемещениями, пользователю предоставляется... Так, ага, я сейчас, к сожалению, так не смогу показать, потому что у меня недоступен Telegram. Сейчас мы посмотрим, как включить. Так, а мы, наверное, может быть, сейчас сначала перейдем на DNS. Так, помимо веб-интерфейса, у нас есть модульная конфигурация DNS для интеграции нашего сервера в DNS с заказчика. Сама конфигурация находится в свободном доступе вместе с исходным кодом, то есть ее можно скачать, посмотреть, установить, бесплатно протестировать. Она, в принципе, полностью позволяет получить в составе конфигурации полностью готовый раздел документов, справочников. Достаточно просто внести логин, пароль, соответственно, с сервера полностью загружается вся первичная информация. Сейчас посмотрим, тут, для примера, была нажата кнопка «Загрузить данные», и, соответственно, с сервера загружаются зарегистрированные ТРК. Дальше, соответственно, так же само двухсторонний обмен и синхронизация меток со всеми типами, которые мы рассматривали, склады, контрагенты, подразделения и прочее. И, соответственно, в рамках системы так же само можно отдельно регистрировать карточки, они автоматически регистрируются на сервере. Ну и, собственно говоря, задавать те или иные лимиты на топливо, то есть какие-то параметры. Вот, так, давайте, где у нас лимиты, сейчас посмотрим. Так, вот, журнал назначения лимитов на отгрузку. И, соответственно, вот мы видим пример, где пользователь в списках может назначать лимиты. То есть очень удобно, когда стоит задача, допустим, начислить на 100, на 200. То есть на самом деле можно было бы представить, что это не лимиты на отгрузку, а это плановые наряды и сумма начисленного, скажем так, лимита топлива согласно норматива. Поэтому этот документ, в принципе, можно преобразовать и под другую задачу. Вот, очень важный фрагмент, что данная конфигурация сделана полностью совмещенно с типовыми справочниками 1С, поэтому ее можно спокойно загрузить в типовую бухгалтерию или управление производственным предприятием, сельхозпредприятием в виде отдельного раздела. То есть таким образом буквально там в течение короткого промежута времени, там за неделю провести уже готовую интеграцию, получить в 1С все необходимые данные. Так, есть ли по 1С какие-то вопросы? Так, по 1С вопросов нет. Так, ну тогда, в принципе, что нам еще рассмотреть? Ну, давайте туда посмотрим еще работу Telegram. Вот, так, секунду. Остановить показ. Сделаю опять демонстрацию экрана. Так, весь экран. Так, вот у нас запущено приложение Telegram. Соответственно, мы можем, да, вывести, то есть следующее меню, Start. Получаем примерно похожее меню, то есть видим вот наша заправочная колонка, которая подключена. Есть возможность прямого управления приборами. Так, мы, допустим, можем отправить статус или проверить, есть ли там карточка, допустим, в памяти. Вот, сделана система гарантированной доставки сообщений, вот, для того, чтобы, то есть команды всегда могли доходить до прибора. Вот мы видим, непосредственно прибор уже у нас отвечает на отправленные команды. То есть, в принципе, данный инструмент удобен инженерам, то есть для удаленного, то есть конфигурирования и настройки. Здесь же, в принципе, мы можем видеть все текущие пластиковые карточки. Так же самое, там, создавать метки, менять имена меток, либо, допустим, взять там какую-нибудь метку, выключить доступ. Я, допустим, могу взять и там эту карточку, допустим, не знаю, там, заблокировать. Вот, соответственно, она у меня заблокировалась. То есть мы можем работать прямо здесь. Ну и параллельно, соответственно, если такая есть необходимость, можно здесь формировать какую-то отчетность. Ну, допустим, сформировать отчет о выдаче топлива. Вот, соответственно, мы видим текущую выдачу топлива. Ну и, соответственно, через данное же приложение мы можем перечислять топливо. То есть, вот, для примера, я выбрал управление балансом. Допустим, переместить топливо. Хочу, допустим, там, дистоплива. Выберем, какой они, допустим, там, автомобиль. Допустим, ну, мы выберем вот этот, допустим, автомобиль. И перечислим туда, там, 500 литров, не знаю, там, тысячах литров топлива. Соответственно, в данном случае у нас сейчас система обработает эту транзакцию, то есть и произведет перечисление. Так, что-то какое-то, к сожалению, бой. Так. Так, уважаемые коллеги, в принципе, мы, наверное, основные элементы рассмотрели. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, то есть, задавайте вопросы. Так, как вы реализуете контроль уровня топлива на нефтехранилищах? Так, да, мы вот этот момент не рассмотрели. На сегодняшний день у нас есть еще два дополнительных механизма, вернее, алгоритма. Которые позволяют организовать контроль остатка топлива на датчиках таких производителей, как НПП-сенсор и датчики уровня струна. То есть, соответственно, в случае использования этих алгоритмов, то есть реализована возможность вот поддержки, вывода всех необходимых показателей, то есть это литраж, температура, плотность, вес в килограмм и, соответственно, уровень сантиметров. Очень важный показатель, потому что, когда производятся замеры линейками, то есть там работают сантиметрами. Про 1С, да, у нас стоят задачи, естественно, по развитию конфигурации. И, в частности, у нас на сегодняшний день еще не реализованы в 1С механизмы совмещенного контроля емкостей. И, соответственно, у нас стоят планы, то есть реализации механизмов, в том числе и по этой задаче. Поэтому развитие, естественно, будет. Ну и если у вас какие-то будут предложения, мы всегда готовы идти навстречу. Вот совершенно верно. То есть в связи с тем, что у меня был до этого в прошлом довольно-таки большой опыт с точки зрения 1С, поэтому мы свое 1С реализовали полностью в модульном варианте. То есть она никаким образом, вообще никак не связана с основными модулями 1С. То есть загружается в виде отдельного раздела и никакого контакта с реальной конфигурацией нет. Поэтому наша конфигурация не повлияет на пакеты обновлений. То есть здесь как раз мы поступили таким образом, чтобы не дорабатывать текущие конфигурации 1С. Мы просто реализовали отдельный модуль, совместимый с точки зрения справочника, для того, чтобы буквально взять файл 1С, просто загрузить дополнительный модуль и вывести его в меню дополнительным разделом. Все. То есть, по сути говоря, интеграция делается в нашей конфигурации в течение нескольких часов. То есть все очень упростилось. Так, по поводу, да, есть такая возможность, существует механизм стернирования. То есть так, давайте, допустим, я выберу, допустим, компанию Antarax. Зашли в управление балансом. Так, и, к примеру, возьмем карточку. Да, вот мы видим, что мы тут уже недавно как раз начислили топливо на эту карточку. Так, видим, что начислили, конечно, мало. Давайте мы сейчас на эту карточку еще начислим, допустим, тонну. Вот у нас появился остаток. И, к примеру, я нечаянно много перечислил. То есть я могу спокойно, допустим, сделать минус 400. Таким образом мы часть топлива забрали обратно. То есть это вариант начислиния в виде сторона. Так, вот. И, соответственно, так же самое, кстати, мы то, что я вам говорил, видим, что эта же сумма прошла по вот этому ID. Это ID моего Telegram. Сейчас мы для примера его, допустим, сейчас здесь зарегистрируем. Так, это, допустим, Юрий. Я возьму вот этот номер ID Telegram. Так, ну, допустим, не знаю, укажу, что это оператор. Так, зайдем опять в раздел управления балансом. И вот мы теперь видим, что вот те начисления, которые происходили, они их делал конкретно Юрий. То есть мы видим, откуда топливо забралось. И, соответственно, куда это топливо было начислилось. Если нужно, мы его забрали. Так, это мы разобрали. То есть, поэтому редактировать нельзя. То есть можно просто его откорректировать в сторону. Как работают ваши колонки и FL-модули не на вашем сервере, а на VLON? Так, ну, тут все очень просто. То есть, по сути говоря, давайте мы прям так рассмотрим, допустим. Мы сейчас возьмем вот этот объект. Так, давайте я все-таки, наверное, сейчас сделаю общую демонстрацию экрана. Так. Демонстрация экрана. Весь экран поделиться. И посмотрим, допустим, таблицу с самими данными, как они выглядят. Так, данные. Сейчас посмотрим самые свежие. Вот мы видим, в принципе, получаемые данные, то есть от трекера. Маркировка данных в протоколе трекера GalileoSky. Вот в данном случае мы видим, по параметру CAN32BITR2 передается наш накопительный счетчик. Вот, и для примера, так, сейчас секундочку. Вот мы видим, то есть, там была, получается, приложена там определенная карта. Вот, соответственно, у нас начали формироваться накопительные импульсы из расчета 100 импульсов на литр. Вот, и так же самое идет накопление тотального счетчика. То есть, соответственно, эти же данные в параметрах CAN32BITR у нас поступают, к примеру, там на сервер мониторинга, там Violon, там Fortelecom, там Glonasssoft, неважно. Вот, и там уже на основании этих показаний можно строить отчетность. В случае, допустим, если это системы Omnicom, вот, или агросигнал, то мы, соответственно, сделали такой виртуальный вход, как IN5. Это относительный счетчик, в котором буквально там одной строкой показывается общая сумма выдачи, вот, для того, чтобы можно было там, ну, минимальными, скажем так, возможностями программного обеспечения на сервере, то есть, ну, настроить какую-то собственную, то есть, отчетность. Вот, а так в целом, ну, просто настраиваться на трекере, что идет работа с двумя серверами. Допустим, вот сейчас мы подключимся сейчас к трекеру, так, подключаемся к трекеру, вот мы видим нас на связи, загружаем. Вот, соответственно, он у нас сейчас обновляется. Сейчас мы посмотрим, какой установлен здесь алгоритм, то есть, здесь установлен алгоритм под наши платы. Дальше, и, соответственно, допустим, в настройках, передача данных, то есть, мы видим, в принципе, вот здесь указано два сервера, то есть, наш сервер мониторинга и облачный сервер, то есть, 5G. Здесь Ford Monitor, то есть, и наш сервер настроенный. Вот, можем попробовать прямо здесь. Да, вот еще один важный момент и рассмотрим по алгоритмам. Так, установлен скрипт. При загрузке нашего алгоритма существует такая команда, как Settings, вот, которая позволяет производить различные настройки, то есть, алгоритма. Так, секундочку. Тут, что-то ему через конфигуратор не нравится, поэтому мы сейчас вместо этого сделаем это с помощью Galileo, вернее, с помощью других инструментов, с помощью Telegram. Так, объекты, отправить команду, отправить команду на терминал и, допустим, отправим команду Settings. Смотрим, ответ. Так, пока, к сожалению, почему. Ага, то есть, смотрите, что у нас есть. То есть, L1 – это то, что алгоритм активирован и лицензирован. Дальше версия алгоритма, коэффициенты. Дальше моды – это различные режимы. Алгоритм поддерживает механизмы как работы с кармашком, так и механизмы работы в одно касание. Вот, для того, чтобы, когда так просто прикладывалась карта, и, соответственно, колонка отслеживала период времени ожидания, то есть, сколько он будет ждать начала транзакции, после чего завершается доступ. Дальше установки импульсных входов, установки тотальных счетчиков для считывания показаний. Вот, и, соответственно, установка размер пауз, через сколько завершать, ну, производить блокировку в случае, если топливо перестало бежать. Вот здесь стоит 10 секунд. Вот, дополнительные еще режимы, вот, и также режимы считывания пластиковых карт для идентификации по 45-м порту. И, соответственно, возможность указания порта LLS. То есть, в случае, если, допустим, там один вайр не работает по какой-то причине, то можно, в принципе, идентифицировать карточки по другой системе. Так, какие у нас еще есть вопросы? Так, эти моменты мы, в принципе, рассмотрели. Так, секунду. Так. Так, в принципе, все. Так, уважаемые коллеги, то есть, в принципе, если вопросов больше нет, вот, я тогда на этом завершаю ваш вебинар. Вот, с точки зрения оборудования, вот, советую заходить на наш сайт exotron.com, новый наш сайт, на котором полностью размещено все наше оборудование, вот, и в том числе розничные цены, по которым все это можно приобрести. Вот, и, соответственно, с точки зрения программного обеспечения, то есть, полностью готовая подборка вебинаров, вот, для того, чтобы посмотреть, как работает тот или иной раздел. На этом тогда я наш вебинар заканчиваю. До свидания.